здравствуйте сейчас мы уже будем начинать викторину а викторина какой тему викторина тему отбор шашки и комбинации мы проходили на прошлом занятии если кого-то надо еще ждать то скажите после этого там еще и 1 кошечка и ты напиши свое имя да там есть окошко еще покажи что у тебя на телефоне вот да напиши туда имя любая ты тут ты уже в игре смотрите сейчас будет кахут и у меня будет либо два либо четыре варианта ответа они будут разных цветов но если два варианта ответа то тогда там либо красный либо синий будет стрелочка одна красная одна синий если вы хотите ответить так как показать синяя стрелочка нажимайте на телефоне на синю на синю кнопку а если красный то красный так рена у тебя вопрос а можно зайти просто в обычный шахматы ну у нас у меня шашек вроде сейчас у кого-то вылетела так волкова тони вы уже в игре так что можете не волноваться так давайте тогда уже начинать они то еще это еще кто-то выйдет он вышел так даша ты вышла смотри напиши опять вот этот пин ну покажи что у тебя там на телефоне дашь все выходят начинают что вы выходите у меня стоит телефон хорошо я начинаю те кто не успел не успел не расстраивайтесь смотрите решаем задать и надо найти комбинацию либо красная стрелочка показывает правильный ход вот видите тут да красная картинке либо синяя если синяя но если хотите ответить так и показать синяя стрелочка нажимайте на синюю кнопочку у вас на телефоне а если так как показывает красная то нажимайте на красную стрелочку комбинация это когда мы отдаем одну шашку и бьем больше те кто не успел не расстраивайтесь на если что ну время ограниченное еще будут вопросы так так ответили софа дамир тима и даша ну правильно так тони у вас вопрос надо опять найти комбинацию либо красная стрелочка либо синяя так синяя стрелочка многие ответили верно так пока что давир на первом месте софа на пятом максим максим это наверное максим на четвертом дальше на третьем и тима на надо опять найти комбинацию либо красная либо синяя посмотрите после одного хода черные побьют и мы побьем такое же самое количество шашек а после другого я не успела договорить как все уже ответили давайте посмотрим результаты так дальше 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 и мейсун вырвались вперед надо опять найти комбинацию либо красная стрелочка показывает правильный ход либо синяя смотрите то что после одного хода у черных два варианта боя тут можно на это подловиться я вам скажу давайте два человека еще остались один есть многие ответили а нет как раз немногие ответили верно так иван вырвался вперед пока что все стабильненько как забрать шашку соперника это на отбор шашки ну забрать шашку это так чтобы соперник не мог не мог отобрать ее опять и закрыться смотрите просчитайте ну хотя бы на один ход после каждого что будет быстрее отвечайте а не то осталось 3 секунды как-то пятерка не изменяется но не меняется на стане так как забрать шашку соперника подбив либо красный либо синяя так Лена у тебя вопрос да я уже установила свои шашки что я уже установила шашки не толкуйте на месте это трудно а что это было только что ладно сколько еще секунд еще одна да поменялась так давайте быстрее быстрее давайте всех порешайте как забрать шашку соперника еще раз либо красная либо синяяя давайте я в вас не верю красная смотрите не говорите вслух лучше говорить ну лучше вообще не говорить лучше просто нажимать на кнопку смотрите если бы мы пошли бы красной стрелочкой то мы бы не забрали шашку потому что он бы он бы мог просто закрыться там ведь только два варианта боя ой варианта хода там либо отдать две шашки либо закрыться ну те кто ответил неверно подумайте так вот так вот Максим кто такой Максим Максиму наверное да давайте как забрать шашку соперника либо красная строчка либо синяяя после одного из этих ходов черные могут пойти так чтобы чтобы это получился размен ну то есть белые побили одну да и черные побили одну это после одного варианта хода а после другого они не могут никак защититься осталось два человека три секунды давайте быстрее кто-то не успел конечно жесть нет у у кого там сзади телевизор или что это можете выключить звук пожалуйста все хорошо девятый вопрос играя в шашки важнее всего не отдавать свои шашки просто так и стараться забрать шашки соперника или удобно сидеть на стуле и следить за соперником или подкрепиться перед игрой или ходить белыми так большинство ответили верно все молодцы вижу вадим ответил верно так так как так 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 на каких полях стоят черные шашки это нотация смотрите например это поле в столбце G и в строке 2. И варианты ответа. Либо А5, С5 и Е5, или А3, С3 и Е3. Именно черная шашка. Почти все ответили верно. Я ответила верно. Молодец. Давайте подиум. Третье место у Тимы. Молодец, Тима. Второе место у Майсун. Молодец, Майсун. И первое место у Давира. Давайте еще. Четвертое место у Максима и пятое место у Софы. Все абсолютно молодцы. Очень хорошо играли. А у меня какое место? Смотри, покажи мне твой экран. Что у тебя там на телефоне? Немного вверх. И мне не очень видно. Смотри, сейчас. Налево. Налево еще немного. А ближе к камере? Ладно, мне не видно. Я... А, смотри. На телефоне у тебя в... Сейчас, секунду. В левом нижнем углу написана цифра. Какая она? Чешло. 4680. Это сколько у тебя очков? Ну, наверное, ты на шестом или на седевом? Ну, скорее всего, на шестом, потому что ты хорошо отвечаешь. Так. Следующий вопрос всего три. Смотрите, в этой позиции можно... Сейчас. Как смотреть? Открыть железо. А, может быть... Вот через какую-то... А, вот так еще секунду. Так. Где этот вопрос был? Вот. Смотрите. Ну, вопрос вроде бы не очень трудный. Если бы мы пошли так, как показывает синяя стрелка... Нет, так, как показывает красная стрелочка. Вот так. Ну, посмотрите. Поле С5, вот столбик С и строчка 5, побьет вот на это поле А3. А3. И тогда мы, получается, не забрали шашку, а отдали. Это как раз так нельзя. Вроде в правилах там написано, что отдавать свои шашки просто так плохо. А если мы походим вот так вот, С, вот, столбик С и строчка 3 на D4, то тогда у ученых не будет шансов забрать эту шашку обратно или... Ну, или закрыть. Так, еще трудный вопрос. Какие у нас были? Нет. Снизу. Вот. Нет. Вот так. Так, еще был этот трудный вопрос. Вот. Это был трудный вопрос для вас. Смотрите. Как всегда. Если мы пойдем, как показывает синяя стрелочка, то тогда мы просто отдадим шашку. Это можно увидеть. Смотрите. Так. Бой. А если мы пойдем, как показывает красная стрелочка, то вот так. Вот видите, тут красная стрелочка. То черная побьют одну шашечку. Мы будем раз, два, три. То есть мы отдали одну, побили три. Это вроде бы выгодно. Значит, это называется комбинация. Так, еще трудные вопросы. Вот такой. Вот, смотрите. В этой позиции. Если мы пойдем так, то черная побьют, и у нас есть два варианта боя. Ну, можно побить либо с поля F2 на поле D4, либо с поля D2 на поле F4, а потом еще на H6. Получается, мы побили раз, два. Это называется комбинация. Мы отдали одну, побили две. Это были все трудные вопросы. Ну, надеюсь, в следующий раз таких ошибок не будет. Точнее, я точно уверен в вас. Давайте. Давир, у тебя вопрос. А мы можем еще сыграть? Можно предупреждать? Да, давайте. Я играю. Кто-то говорит, что мне не надо. Смотрите. А кто это был? Кто сказал, что мне играет? Я спросила, можно еще поиграть? Да, если все хотят, то мы сможем сыграть. Мне там надо платить, чтобы дальше. Платить. Там не нужно платить. Там ты можешь просто перезайти на этот сайт. Если нет. Закрой. Смотри, закрой этот сайт и потом обратно зайди в него. И тогда, наверное, там не будет. Тогда все заново. Давайте тогда... А надо перезайти, что ли? Ну, это если... Это для тех, у кого просят платить. А для других могут не перезайти. Так, я... Открываю. Что это? А, это... Я не понимаю, что делать надо? Смотри. Ты была в Кахуте, да? Да, я тебя видел. И ты просто... Ну, тебе просят деньги за то, что продолжать, да? Или кому-то другому? Ну, деньги. А, кому? Мне. Кому мне? Ну, Максиму. Максиму? Ну, тогда ты не перезаходи. Ну, тогда ты не перезаходи. Сейчас. София, ты не перезаходи, а вот Максим перезаходи. Ну, я сейчас скажу, что вам делать. Так. Комбинация плюс сбор. Я просто вышла оттуда и опять начала сначала. А, ну, хорошо. Ну, хорошо. Ваня, я тоже. Ты начала, ну, заново Кахут играть? Ну, да. Там мне опять просят, чтобы я пин-код водила. А, да. Я сейчас скажу пин-код, и ты тогда зайдешь на правиль. Сейчас. Вадим, Вадим, у вас какой-то вопрос? Так, сейчас пин-код у нас будет. Ну, по сяк. Смотрите. Да, влажается. Вот, сейчас он тут загружается. Вот такой. Вот. 772-3598. Пишите его на нашем смартфоне или планшете. Отсюда зашел, Тима зашел, дверь зашел. Я тоже зашла. Я тоже. Я еще нет. Так, Вадим зашел, Максим, заходи. Марк, подожди секунду. Марк, подожди секунду. У нас есть две ручки. У нас Тоня хочет задать вопрос. И, видимо, Мейсун. Тоня, говори. А, извините. Да, давайте. У нас планшет потерялся. И я, когда захожу в игру, я вижу только ваш квадратик, а саму демонстрацию не вижу. Я не знаю, как. Вопрос выйдет из-за игры еще. Маш, перезагрузишь. Макс, а какой номер вводить? Там же написано 772. А, вот это. 772-3598. Так, Мейсун, теперь у тебя вопрос. Сейчас я отвечу. Можете, пожалуйста, подождать? Моя ушла. Я не могу. Телефон. А сколько подождать? Не знаю. Ну, примерно. Ты знаешь, у нас, наверное, не хватит тогда на два какого-то времени. Так что ты можешь прийти к Давиду и... Она, кажется, уже идет. Уже идет? Тон, я теперь пару. Я уже зашла. Молодец. А игра будет такая же самая или другим? Вопросы будут другими, но как бы принцип будет... Ну, как отвечать именно. Там вопросы и ответы будут другими, а комбинации те же. Нет, комбинации другие будут. Ну, это не было бы смысла тогда. Короче, я understand. А я есть. А тебя как зовут? Аня Волкова. Волкова? Нету. Нету тебя. Смотри, ты можешь, если ты еще не написала имя, то напиши. А если у тебя проблемы, то ты можешь заново написать просто. Ну, заново написать. А у меня тут по-английски что-то написано, я не знаю, там еще... Емпин? Вот это вот написано? Короче, извините, пожалуйста, но, наверное, у нас просто не хватит времени, так что я начну. Все извините, кто не успел за этим. Надо поймать теперь на комбинацию. Либо красная, либо синяя. Кстати, мы с Лун... Ну, те, кто был на прошлом занятии, играли в... О, вау, все так быстро отвесили. Я даже не странно не знаю, как говорить. Так, и... Много летели, верно. Сейчас смотрю. Надо опять поймать соперника на комбину. Занимать. Максим. Максим. Чего? Ты тоже фоксер делаешь за все? Есть. Верно. Я учусь, кстати, на фоксер. Так. Все, кто отвечали раньше верно, я опять ответил верно. Но еще один человек нам подошел. Так, надо опять поймать соперника на комбинацию. Посмотрим, как вы хорошо усвоили тему. Ну, я уверена, что уже неплохо разбираетесь в шашках. И Кау вырвался на четвертое место. Давай, поднажми. Надо опять поймать соперника на комбинацию. Ход беру. Как всегда, шесть человек ответили верно. Так, это настоящая борьба, я вижу. Надо отнять шашку соперника. Давайте побел. Скидываю. Судя, я тоже могу отвечать. Ну, ничего не изменилось. Надо отнять шашку соперника. Максим, я вырвалась. Максим, я вырвалась. Молодцы. Уже пять человек ответили верно. О, Софа на пятом месте. Молодец. Надо отнять шашку соперника. Как всегда. Ну, тут только два варианта. Как можно напасть. Ну, когда мы нападаем, это как бы угроза для нашего соперника. О, кстати, это будет одним из самых труднейших вопросов. Ну, потому что впервые только четыре человека ответили верно. Вернее, из самых легких. Осталось еще три вопроса. Ну, да, отнять шашку соперника. Кстати, я сейчас посмотрю, это оказывается, ну, тут есть ничья после того, как мы отбираем шашку. Но все равно, правильно, так что? Ну, сейчас я потом покажу. Так. Большинство ответили верно. Ты на это думаешь, да, оттуда? Давай. Девятый вопрос. Что в шашках важнее? Стараться забирать шашки соперника и не отдавать своей красоте. Кстати, этот вопрос был в шашках у тебя. Задумать первый год в партии заранее. Или выяснить, где судя, или игнорировать рекомендации тренера. Польшинство ответили верно. То же самое. Ну, почти. Там только один вопрос, ну, один такой самый. Так, кто-то хотел выяснить, где судя, но это не так важно, потому что... Потому что стараться забирать шашки соперника намного важнее, чем выяснить, где судя. И не отдавать, конечно, свои спорта. Перед последним вопросом доверен на чистом первом месте, и его вроде уже не догонят. Но вы все-таки боретесь, и... Стараться четыре свободных места, которые в любой момент могут поменяться. Посмотрите, как тут все близко. Шесть тысяч, шесть тысяч сто, шесть тысяч двести, шесть тысяч триста. На каких полях стоят шашки? На С5 и Ж3? Или на Ж5 и С3? Посмотрите, столбик и строчку. Постой 10 секунд. Подиум. Третье место у... Даша Саприна. Поздравляйте. Второе место у Софы. Топ. И второе место у... Давида. Молодец, Давида. Четвертое место у Ивана, и пятое у Максима. Все молодцы. Все, кто играл, все супер-топ. Давайте. Сейчас мы будем... Сейчас мы разберем пару трудненьких вопросов. Максим. Марк. Что? А мы можем с тобой после игры... Ну, после того, как мы тренируемся поиграть с тобой в шашки? Если время сенься. А, ну, трудных вопросов нет, так что мы будем заниматься нашей темой сегодняшней. И мы... Ну, как бы... Где у нее бусинка? И... Мы сейчас в шашке? Мы сейчас в шашке? Именно. Что? Мы сейчас именно в шашке. Да. Да, тут шашки, это не шахматы. Марк, у нас есть вопросик. Рена тянет ручку. Что? Вопросик есть. Рена тянет ручку. А, хорошо, давай, Рена. Включается в какой-то код. Поняла? Да что? В какой-то код. Мы, может, не играем в кода, Нина? Все, видно? Нет. Сейчас. Так. Все, все видно, да? А ты сам с тобой играть будешь? Нет, мы сейчас будем не играть, мы... Да, мы сейчас будем разбирать второе правило шашиста. Оно легкое, но все равно надо его разобрать. Второе правило шашиста, это... Надо пытаться ловить соперника на комбинации и не поводаться самому. Вроде бы, звучит логично, но, конечно, мы не будем попадаться на комбинации и с вами проводить. Но самое трудное в этом правиле, ну, точнее, ну да, в этом правиле, то, что иногда бывает такой момент, когда ты не замечаешь то, что тут есть комбинация. И именно поэтому я стараюсь после каждого хода задуматься, а не сможет ли мне соперник провести комбинацию. Точнее, перед каждым своим ходом. Если сможет, то лучше так не ходить, соответственно. А если не сможет, то, если ты думаешь, что так хорошо бы походить, то тогда ходи так. Да. Смотрите. Все поняли? Да, поняли. Скажи, пожалуйста, какой ход, который в следующий раз, когда ты еще не делал, а ход заранее. Это Рена говорит? Да. Рена, у тебя просто очень, ну, тебя очень плохо слышно. У меня, наверное, что, ну, что-то со звуком. Или у тебя что-то со звуком. Ладно, давайте сейчас, Вадим просил поиграть. Мы сейчас поиграем с помощью нотации. Давайте. Нотация это, ну, какой столбик и степочка. Давай, Вадим, ты хочешь играть белыми, да? Или доверишь, что? А-а-а! Довер. А можно я с тобой? Что? А с тобой можно? Смотрите, просто с прошлого урока я обещал доверить, что я с ним сыграю. Так, давайте сейчас мы сыграем быстренько с Тавиром и с Вадимом. А вы просто как бы в очередь встанете и на следующем занятии, ну, если, конечно, у нас хватит времени, то я, конечно, с вами поиграю. А вы просто мне на следующем занятии напомните то, что вы вставали больше. Так, давайте. Сначала с Вадимом, а потом быстренько с Тавиром. Давай, Вадим, как ты походишь? Вадим, тебя не слышно, у тебя выключен микрофон. А следующее занятие на следующей неделе? Да, в понедельник в 15 часов. А, только раз, не было понятно. С4. С4? С4, это вот это поле, оно белое. Наверное, ты хотел пойти так? Ага. Хорошо. Я отвечу... С3. С3. Так? Нет. Так? Да. Ну, давай, Вадим. Так я же уже к тебе походил. Ну, сейчас опять твой ход. Пять. Ладно. Пять. С5? Ага. Так? Да. Смотри, ты сейчас нарушил первое правило шашиста. Первое правило шашиста не отдавает свои шашки просто так и пытается забрать шашки соперника. Смотри. После этого хода я этой шашечкой побью раз, два, три. А ты побьешь одну, и я побью одну. Получается, я побил четыре шашки, а ты побил только одну шашку. Получается, у меня плюс... Ну, точнее, у тебя минус... Четыре шашки. Четыре шашки. Нет, у тебя минус четыре шашки. Да, минус четыре. Смотри. Так, ход опять твой. Ходи. С кем он говорит? С тобой. С тобой? Так твой, говорит, ходи. А как ходить? А я хочу по чему-то. Ну, говори. Так. Е... Е2. Так? Д. Е2. Е2, да. Ну, это Е1 на Д2. Е2, да. Вот, Е2. Так. Так. Я отвечу. HG5. H6 на G5. Говори F2 на G3. F2 на G3. Да? Да. Я отвечу. Так. Это ход... Это ход... G5 на H4. F4. Как это ходишь? Покажи мне пальцы. Ну, сейчас ход ваш. Вы должны ходить. Говори. Так. G3 на F4. Так? G3 на F4. Так? Да. Ну, я отвечу. Хорошо. Это, смотри. Это D. Ну, с поля D4. Вот, смотри. Тут столбик D. И строчка 4 Хожу на Е3 Столбик Е Строчка 3 Строчка 3 Ф4 на G5 Я подню И ты тоже должен бить Теперь ход мой Это был размен Ты не проиграл Шашку это был размен Я хожу так Ты походил уже что ли? Да Смотри Я походил с поля В2 на С3 Хорошо Я отвечу Ф6 на G5 Теперь я хочу Я отвечу так Это Б6 на C5 5 на D6 На D6 На D Ну тогда я отвечу Так Ты должен бить Я побить хотел Да Я тоже бил Теперь ход твой Дашу тебе вопрос G1 на F2 Я хотел сказать Что я не умею В шашки играть В шашки играть Мы сюда пришли Чтобы Даниматься Шашками И научиться Так Давай Давай Вадим Твой ход Теперь я походил А7 на B6 F2 на E3 F2 на E3 Я отвечу B7 Это такой Очень хитренький ход Потому что После этого Сейчас походишь И я тебе Попробую H2 на G Да Вот так вот Смотри Я ведь говорил То, что это Хитренький ход Смотри Я построил Ударную колонку Мы ее изучали Я помню И я могу Пойти Это называется Комбинация Мы ее проходили На хохоте Ты должен бить Одну А я побью Даже не две Вот так А три Вот так Раз Два Три И возьму Раз Два Три На такие комбинации Лучше не попадаться Это Второе правило Шашки Е5 На Д6 Я отвечу Так Да Да Это не разменный Я тебе отдала две И побила одну Но для меня это лучше Ну вот смотри Вот так Вот как ты первый раз показал Так Да Я отвечу так Ты должен бить И я бью Шашку Три Это дамка Это дамка Я сдаюсь Давай Не, ну почему еще бить мы Ну, смотрите Я побью Ты выиграл Ты хорошо сражался И если ты будешь Хорошо заниматься Шашками То Ты можешь стать У тебя может быть Такое же самое звание Как у меня Какое имя? А какое у тебя звание? Да, вот именно Ну, кандидат мастера спорта Ни фига Ни фига Ни фига Ни фига Ну вот Ну а можно Я скажу Давай Сейчас Так Сейчас поиграть Давир Я ему обещала На прошлом занятии Давай Ввожу Е на Ф4 Ф4 Я отвечу так А можно Ф4 Да Подожди Ф3 Ж Ф2 Что, знаешь Это дебют? Угу Ц Б4 Б Д4 Аб2 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 Отвечу. Так. Значит, я схожу в ДЦ3. Значит, я схожу в ДЦ6. Тогда я схожу в ДЕ5. Смотри, после два хода я могу тебе провести комбинацию. Да, увидел. Да, увидел. Смотри. Ну, ладно, если ты хочешь играть, то давай играть. Но, наверное, лучше тут все-таки... Ну, в реальной партии лучше не сдаваться сразу. Но, поскольку у нас мало времени, все, кто хотят, можете написать мне в личное сообщение в зуме свой или номер телефона родителей. Я вам могу кое-что объяснить. И мы сможем вместе сыграть на платформе Гамбер. Ну, в шашки. А это где именно тебе писать надо? В зуме, ну, в личное сообщение. А это как найти это личное сообщение? Сейчас. Смотри. Вера, я тебе написала вот... Я сейчас тебе в личное сообщение. Ты, когда заходишь в чат, там написано «Кому». И там ты выбираешь. А, значит, я... Хорошо. Так, Давир, у тебя есть вопрос? Да. А, сегодня турнир будет? Ну, просто на прошлый турнир никто не пришел. А что за турнир? Смотрите, на платформе Гамбер будет турнир. Если кто-то хочет, мы сегодня организуем. Ну да, если кто-то хочет, мы сегодня организуем и... О, давайте. Я тебе отослала личное сообщение. В телеграмме чата есть все интересующиеся? Да. У нас в телеграмме есть чат клуба шашек в Школу свободных наук. Да, и там есть. Я туда буду бросать ссылочки и марк. И тогда будем организовать игры. Смотри, твой номер начинается на 8, да? На плюс 7. Да? А, подожди. Значит, ты где живешь? В России? Да, в России. А, значит, я тебе сейчас напишу латвийский номер. Плюс, значит, 370. Вы можете в телеграмме написать. Да, вы можете мне в телеграмме написать. Я ведь есть в этом чате. А, тогда я тебе напишу сегодня в личной как раз в телеграмме. Хорошо. Тогда всем пока. Все, до встречи. В общем. Спасибо за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»